МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что можете сказать? Как помочь своему ребенку стать более организованным, настроиться на учебу после летних каникул? В повседневной жизни школьника большую роль играет режим дня. Это, конечно, дисциплинирует детей, помогает им быть более собранными, организованными. В такой ситуации очень важно правильно сочетать отдых и учебу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, а также сохранить трудоспособность ребенка в течение всего дня. И если вдруг родитель заметил, что ребенок сильно устает, или к концу дня становится нервным, или наоборот вялым, а также успеваемость у ребенка страдает, то как раз-таки здесь нужно нормировать режим дня ребенка. И если родитель это сделает, то симптомы такие, скорее всего, уйдут сами по себе. Также наибольшее влияние на состояние здоровья детей оказывает количество и качество сна, питание, а также двигательная активность ребенка. У детей, у которых заметен недостаток сна, нарушается поступление, а также выработка гормонов, которые отвечают за рост и развитие ребенка. Также может нарушиться фаза быстрого сна, которая отвечает за обучение, а также успешность ребенка в школе. А сколько нужно спать ребенку школьного возраста? Вообще первоклассникам, конечно, рекомендуется организовать дополнительный дневной сон продолжительностью не более двух часов. Школьникам показано увеличить обычный сон до одного часа на время экзаменов, либо сложных контрольных работ и повышенной умственной активности. Так есть, конечно, часы сна, рекомендованные для различных возрастов детей. Например, для первого-четвертого класса рекомендуемый сон составляет 10-10,5 часов. Для пятых-шестых классов также до 10,5 часов. В седьмом-девятом классе 9-9,5 часов рекомендуется спать. Но в десятом-одиннадцатом классе уже достаточно ребенку будет 8-9 часов для сна. Но также могут и возникнуть проблемы с засыпанием у детей. А как их побороть? Вот эти проблемы с засыпанием, когда они ложатся, и потом еще ходят, обычно попить до туалета. И вот это может продолжаться минут 40. Для этого возможно соблюсти некоторые условия. Например, первое – это приучить ребенка как ложиться, так и вставать в одно и то же время. Ограничивать после 7 часов вечера эмоциональные нагрузки в виде просмотров фильмов, либо шумных каких-либо игр. Также можно сформировать у ребенка собственные полезные привычки. Например, чтение перед сном, либо прием душа. Ну и, естественно, кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, подушка должна быть невысокой. Ну и перед сном желательно проверить третью комнату у ребенка. То есть из-за такие комфортные, спокойные условия? Да, это успех, можно так сказать, к здоровому сну. А как правильно организовать рабочее место школьника, то есть письменный стол или уголок какой-то? Ну, рабочее место школьника как раз состоит из стола и стула в основном. Стол нужно расположить таким образом, чтобы дневной свет падал слева, если, допустим, ребенок левша, ну и наоборот справа, если ребенок пишет правой рукой. Также аналогично должно быть налажено и искусственное освещение. Свет от настольной лампы ни в коем случае не должен бить в глаза. Также оптимальное соотношение высоты стола и стула должно быть таким, чтобы ребенок, сидя на стуле, мог облокотиться о стол и принять позу, когда ребенок поднимает руку в первом классе, ну и в последующем, и спокойно достать кончиками пальцев до наружного угла глаза. То есть такая позиция будет оптимальная. Сидя на стуле, ножки у ребенка должны упираться в пол либо подставку, чтобы сформировался прямой угол в тазобедренном и коленном суставе. Также спинка стула не должна быть слишком высокой. И контроль соответствия мебели и росту ребенка должен проводиться не менее двух раз в год, так как ребенок может вырасти за это время. Современный образовательный процесс не мыслим без использования глобальной сети интернет, а это значит, нам необходим компьютер. Вот как организовать работу с компьютером у школьника? Сколько возможно и допустимо работать с оргтехникой? Да, действительно, сейчас в настоящее время все мы пользуемся компьютерными техниками, поэтому здесь будут рекомендации по ограничению работы на компьютере. Допустим, для обучающихся первых и четвертых классов работа за компьютером не должна превышать 15 минут. Для обучающихся пятых и седьмых классов не более 20 минут. В восьмых и девятых классах 25 минут. Ну а в десятых и одиннадцатых классах дети могут работать на первом уроке до 30 минут. На втором уроке время работы за компьютером не должно превышать 20 минут. Ну и также при работе на компьютере для профилактики развития утомления учителям должны быть включены профилактические упражнения. Вот говоря о различных профилактических упражнениях, пятиминутках, играх на свежем воздухе, здесь как обстоят дела? Игры на свежем воздухе и двигательная активность вообще у детей не должна быть исключена в течение дня. Здесь также есть рекомендуемые нормы. Например, для детей младших классов прогулка на свежем воздухе должна состоять не менее 3-3,5 часов. Для старшеклассников будет достаточно 2-2,5 часов времяпрепровождения на улице. Ольга Андреевна, мы с вами неоднократно говорили о том, насколько правильно и как влияет правильное питание вообще на состояние здоровья школьников, на восприятие этого мира. Это же еще один из кирпичиков в фундамент успеха – правильное питание. Да, действительно, очень важно сформировать правильную привычку, здоровое питание у детей, особенно у школьников, так как в настоящее время это большая проблема. Во многих семьях дети любят в большей части сладости, жирную пищу, фастфуд. И поэтому возникает такая проблема, что растет количество детей с избыточной массой тела. Об этом мы уже неоднократно говорили. И поэтому нужно именно сформировать привычку, либо смотивировать ребенка, либо показать какие-то обучающие видео. То, что, например, съесть вместо булочки салат из овощей будет намного полезнее. И такие привычки нужно прививать уже для первоклассников. Также родителям рекомендуется на перекусы давать детям в школу, что не возбраняется, либо фрукты, либо овощи, либо сухофрукты, орехи. Если же хочется, чтобы перекус был поплотнее, то можно взять с собой сэндвич из цельнозернового хлеба, например, с листьями салата, либо с сыром. А также очень важно убедить своего ребенка не отказываться от горячего питания, которое дают в школах. Вот. И если же у ребенка будет грамотно организован режим дня, то у него повысится успеваемость, будет хорошее настроение в течение дня, ну и самочувствие, конечно. Нам известно, что в эти дни у вас работает горячая линия. А значит, родители могут позвонить с какими-то частными вопросами, и ваши коллеги, специалисты в вопросах правильного питания или организации какого-то режима дня для школьника смогут ответить квалифицированными? Да, действительно. С 6 по 17 сентября проходит всероссийская горячая линия по вопросам питания, организации питания в школах. И любой человек в течение рабочего дня может позвонить на единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. И задать интересующие вопросы. Например, поступали вопросы такие, как какой режим питания для детей оптимален все-таки, как должно быть организовано горячее питание в школах, как организовать очень интересный вопрос питания ребенка, которому необходима, например, особая диета. То есть все желающие до 17 сентября могут позвонить и им ответят на вопросы. Спасибо большое вам. Это была программа «Актуальная тема». Смотрите нас еженедельно в эфире телекомпании «Одиннадцатый канал» и оставайтесь в курсе новостей из жизни Полевского. До свидания. Продолжение следует...